Добрый день! Меня зовут Вердохлебов Александр, я эксперт по технике компании ЛБР. Сегодня мы находимся в Хохольском районе Воронежской области в хозяйстве АгроАльянс, где посмотрим в работе популярный разбрасыватель турецкого производства GS1000 и узнаем мнение о работе с данным разбрасывателем механизатора хозяйства. Не переключайтесь, будет интересно. Ранее мы уже снимали обзор на данный разбрасыватель. Если вы еще не видели его, оставим для вас ссылку в описании к данному видео. Николай, добрый день! Подскажите, пожалуйста, на чем раньше работали, какая техника у вас была в хозяйстве для разбрасывания удобрений? На Амазонке. А как он в сравнении с Амазоном? Вот этот? Да, да, да. Он вообще настраивается отлично. Вот по настройке. Сколько надо, вот норму, 50, там, 100, 150 килограмм на гектар и четко он кидает. У меня потому что навигатор стоит. По навигатору работает, да? Да, по навигатору, да. Ну, норму получается минимально от 50, да, бросаете, да, там вот? Да, сколько надо на гектар, там 150. Все, 150 он ее кидает. Поставили, понял. И раскидываем. Понял. Равномерность внесения, да, хорошее? Да, да, да. Я эти лопатки все это отрегулировал на перекрытии. А на какую ширину вносите? 24. На 24 метра. 24 метра перекрывает? Перекрываю все четко. Хорошо, да? Да. А в час какие удобрения вообще вносите? Что бросаете? Дитромофоска, запоска, там, то селитромешка. Так, Николай, а как регулируется от ширина внесения на данном разбрасывателе? Вылезут лопатки по шкале, по ширине, по таблице, глядишь. В инструкции таблицы, да? Да, есть, есть. И по ней там выставляете длинную, короткую, да? Да, там, 67 или 43 выставляешь, там, зависит от ширины. А по настройке нормы внесения? Настройка нормы, вот он, тоже, при определенной скорости движения трактора. Тоже по таблице, да, все это выставляется? Понял. Скорость все подбираешь и делаешь одинаковую скорость. Там, если выбрал, там, 12 или 13 километров, или 16. Все, эту скорость надо выдерживать, чтобы норму высел. Ну да, понял. А по поводу вот здесь, ну, горизонтальная ворошилка, удобрения, не мельчит, не крошит? Не, она и ворошит. Ворошит, то есть, хорошо с этим тоже справляет она. Понял. Насчет с этим, она вот ворошит, вот чего, если удобрение вот попало, там, хоть кусочек какой-то, он ей этот кусочек, он этой ворошилкой, он ее разбивает, в окошко она идет, сыпет. И за счет этого не забивается, получается, отверстие, да? Ну, тоже по калибровке, они есть удобрения сыпучие, ну да. А есть вот они вот эти вот не сыпучие, тоже настраиваются отлично. А по агрегатированию с трактором вы работаете, это 12-21 у вас, да? Да. А под 82-й пробовали, вот тоже цепля, нет? Только по 12-21? 12-21. Какие-то проблемы при агрегатировании были с трактором? А в 82-м работал с Амазонкой, там проблемы были. Угу. С этим с 12-21 проблем? С этим с 12-21 нет проблем. Я просто режимы выбираю, какие надо. Скоро включил и режим, сколько надо, там, 12 километров или 10 или 1 сходить, чтобы четко выкидывать. Ну да, понял. А на 82-м уже там надо ловить. Ну, не так удобно получается. Да. Обороты держу, а не лопатьки кидать, перекрыть. А на 82-м, где газ бросился, она раз и кидать. Пропуски, уже начинаются пропуски, неравномерность внесения. Да. Я понял. А по самому агрегатированию с трактором, там, получается, заслонка у нас на гидравлике, да? Да. Из трактора, из кабины управляется. То есть на разворотах поля перекрываете, да, разворачиваюсь без проблем. Краны стоят, перекрываю левую, правую. Если у меня по навигации идет, я начинаю уже глядеть, ага, перекрытие уже идет через чух. У меня кран стоит, я одну сторону закрываю, а одну лопатку кидаю. Ну, чтобы уменьшить ширину, получается, в половину вы там уменьшаетесь. Я понял. Хорошо, спасибо большое за информацию. Ну, все, разбрасывайте. В общем, довольны, техникой, да? Понял. Спасибо большое за информацию. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Если вас заинтересовал данный разбрасыватель и вы хотите узнать на него цену, оставим для вас ссылку в описании к данному видео. Если вам понравилось видео, ставьте лайки. Не забывайте подписываться на наш канал, чтобы первыми узнавать о новых видео. Также пишите в комментариях обзоры, либо отзывы на какую технику хотите увидеть еще, обязательно для вас снимем. На этом у меня все. До новых встреч!